не видно ли презентацию да видно отлично ну что ж всем привет по традиции начнем с блока себе меня зовут Араксин Юрий я андроид-разработчик в мобильную андроид-разработку попал в 2014 году отучившись тогда в Samsung IT School может есть здесь сейчас выпускники прошлых лет всем привет за эти почти что 10 лет из них увлечения андроид-разработка у меня 7 лет коммерческого опыта работа в таких компаниях как Sports.ru, Alpha Capital, УВК вот и сейчас работаю на позиции ведущего разработчика небольшой бойкой команде названием Mobile Dimension вот так же с недавнего времени я присоединилась команде центра непрерывного образования в качестве эксперта и автора курса по андроид-разработке вот агитирую всех включиться к телеграф-каналу справа есть QR-код вот и ждать анонсу курса по мобильной разработке также передаю привет всей команде центра непрерывного образования вот вы классно что бы я еще хотел сказать на этом слайде пользуюсь моментом буквально сегодня я завел телеграф-канал которым хочу делиться информацией по мультиплатформ по мобильной разработке включающий материал видео материалом записывать собственно если кто-то из вас подпишется и будет приятно правда он пока пустой но скоро будет контент спасибо непосредственно приступая к сегодняшней лекции вот остановимся на плане мы сегодня поговорим про котлен мультиплатформ возможность писать мультиплатформенные приложения на языке котлин под android и ios на самом деле возможный под веб и бэкэнд но мы остановимся только на мобильных платформах поговорим о том чем это было раньше до появление композ мультиплатформ в каком состоянии сейчас какие у всего этого достоинства недостатки поговорим о стеке типичного проекта полезных библиотеках в конце практической части мы создадим свой проект мультиплатформенный используя среду разработки fleet и посмотрим в сэмпл проект не хочется наверное в рамках одной лекции закапываться в разработку целого приложения потому что мультиплатформа достаточно сложна по своей структуре я думаю что не остановимся на коллекции на ней вот так как об этом можно достаточно долго говорить поэтому можно целом приступать с чего все начиналось котлин мультиплатформ появился не так давно то есть в семнадцатом году джетбрэн зарелизили котлинный тип возможность котлина компилироваться в нативный код платформы без использования виртуальной машины джава которая была раньше и собственно это стало толчком к появлению 2017 году такой концепции как котлин мультиплатформ позволявший на тот момент писать код под android и ios вот тогда это звалось котли котли мультиплатформ мобайл теперь это официально просто котли мультиплатформ в основе этой идеи лежит принцип right once раненевая как даже всеми любимой джава то есть пишешь код запускаешь везде лишь один раз без повторов переиспользует все свои наработки после 18 года проект активно развивался развивается по сей день он обрел очень много библиотек и фанатов контрибьютических в эти библиотеки очень качественная open-source комьюнити которому каждый возможно участвует вот внести свой вклад потому что платформа по сути зарождающиеся вот в начале своего пути и на данный момент уже многие компании используют квотлин мультиплатформ в продакшн коде мы поговорим об этом чуть позже я лично работал на нескольких проекта где ежедневная аудитория проект достигал несколько миллионов человек и котлин мультиплатформ для отдельных модулей себя хорошо показывал например для блога аналитики блог аналитики который можно поширить между android и ios так как они в целом от платформы не отличаются собственно до того как на текущий момент возможно написание полностью просто форме на в решении с использованием компауз мультиплатформ котлин мультиплатформ представлял из себя лишь некую структуру модулей позволяющие реализовывать какую-то общую бизнес-логику для например ios android на текущий момент это может быть это стоп это уже стало относительно прорывом потому что было возможно использовать синтаксис элегантный котлина со всеми уходами extension дата-классами работы с шенериками и прочим синтаксическим сахаром удобством использования языка вот уже на тот момент начали появляться первые наработки в этом направлении вот и о чем здесь важно сказать что в целом по структуре проект кутлин мультиплатформ это нечто похожее на android проект те же пил граду файлы для сборки единственное что и гораздо больше и внутри них содержится так называемый сурсет и например там сурсет подаёс десктоп android веб позволяющий как подключать модуль на необходимые платформы для которых разрабатываться планируется непосредственно приложение вот по всем этом и помогает такой механизм как эксперт и кто то есть есть некоторые сущности которые мы помечаем как эксперт что означает что в отдельных платформенных модулях них ожидается реализация какая-то таким образом мы можем реализовывать собственно подставлять различные реализации под android подаёс что касается например каких-нибудь датчиков сенсоров камеры ну вот в общем модуле мы описываем структуру с припиской эксперт его непосредственно платформенных модулей мы это реализуем вот на самом деле такой подход он во-первых похож на интерфейсы что здорово только он менее высоко абстрактный если интерфейсы касаются у нас всего программного нашего кода и мы можем любую абстракцию заложить в интерфейс то эксперт акту это скорее больше про платформенные низкоуровневые вещи касающиеся не исключительно различия непосредственно платформы собственно до появления джипа композ мы не могли создавать полностью кросс-платформенные решения с использованием котлин потому что не было никакого юрия преморков но создавались решения с общим общей логикой на котлин но нативным юаем для каждой из платформ такой подход используется до сих пор он рабочий показывает себя даже лучше чем полностью кросс-платформенные решения потому что композ мультиплатом появился недавно он до сих пор имеет достаточно много недостатков но он у джек брэйнс роутмап на этот год как раз таки поправить большинство из них касающихся производительности вот поэтому скорее всего в этом году будет будет еще лучше вот но решение с использованием нативных инструментов как раз таки качественно отличает котлин мультиплатформ от прочих конкурентов например как сегодня предыдущий лекций вспоминался react-native так что у нас есть еще к самарин ионика и разные прочие движки конечно же флаттер если мы говорим про движки которые вы за под собой используют вебью то это в целом решение не гуд по производительности потому что мы не можем добиваться той же плавности работы что при работе с нативным кодом это все равно у нас веб-страничке это будет заметка глазу и строить на этом большие высоконагруженные приложения достаточно проблематично вот флаттер в этом смысле решает проблему флаттер свой движок отрисовки он рисует все по сути тоже нагативно но с используем собственных компонентов но проблема флаттера в том что в теории можно часть приложения переписать на флаттер включая там модуля отдельный но это всегда история скорее про полное переписывание продать проекта некоторые проект достаточно объемные и человек часов переписывание целого приложения какого-нибудь клиента vk потребует достаточно много времени этот недостаток отсутствует коты мультиплей потому что у него ты сам определяешь степень насколько твое приложение будет кроссплатформен ты можешь описать только лишь отдельные модули сделать их кроссплатформенный при модуль аналитики как я уже говорил какой-нибудь домейный домейн слой с бизнес логикой моделями и расширить это в качестве эксперимента между несколькими платформами потестировать ну дальше продолжить этапы миграции согласно плану вот и в перспективе возможно все приложение переписать на непосредственную мультиплатформу с использованием код компоуз мультиплатом который хорошо знаком андроид разработчикам и на предыдущей лекции лучше ознакомились с этим благодаря даниилу вот поэтому это очень классный механизм особенно если вы из андроид разработки а ее с разработчиком соболезную но это тоже возможно многие андроид разработчики изучают котлин тем более в мире айос разработки существует свифт-юай тоже декларативный фреймворк на котором сейчас держится мобильная разработка айос трендов и в целом они достаточно быстро могут разобраться в том как синтаксически устроен композ тут же можно продолжить говорить про достоинства котлин мультиплатформ во первых это естественно то что это котлин котлин очень классный язык у него своя экосистема по сути возможно строить на данный момент приложение без использования вообще сторонник библиотек потому что джейд рейнс создает и контрибьюти практически во все направления создает библиотеки необходимый для сериализации для работы с сетью работы с график и в общем можно просто построить приложение на инструментах которые поддерживаются компании которая собственно развивает язык это достаточно круто вот нигде больше таким не сталкивался у котлин нейтив под капотом интероп с другими платформами очень хорошо развит интероп у нас это как раз таки возможность интеграции другие платформы это все работает вот не очень хорошо вот прекрасно конвертируется свифты работает на иосе может работать вебе может работать в стопе и особых каких-то раз проблем с производительностью например там не наблюдается но если не говорим про композ мультиплатформ собственно композ мультиплатформ это тоже достоинство потому что раньше кмп не мог конкурировать с крупными движками для кросс-платформы теперь может и важно отметить что отлин мультиплатформ это именно мультиплатформ и он собирается нативно под каждую из платформ если мы говорим про кросс-платформенные решения то они работают как движок действительно то есть некая для них пишется оболочка на каждую из платформ и код запускается похожим образом кмп же работает нативно трансформируясь в код той платформы на котором запускается также нельзя не отметить что сейчас есть тренд на появление новых операционных систем в россии появилась аврора которая уже поддерживает пмп хуавей сяоми все развивают собственные тоже проект в это направлениях хайпер с армении поэтому тут можно по философствовать что мир меняется скоро будет не такой бинарный в плане операционных систем на рынке и появление таких кросс-платформных решений это в целом появление новых ниш рабочих мест и и так далее про мультиплатформу я сказал так что можем продолжить тут немножечко остановимся на стеке типичного проекта как я уже говорил проект на котлен мультиплатон представляет из себя модули по сути очень похожие на то что мы видим при разработке android приложений с собственными билградл файлами и в которых мы просто подключаем необходимые нам зависимости сорс сеты и например библиотеки благодаря тому что последний год-два кмп развивается семимильными шагами появилось очень много библиотек можно спокойно собрать самый актуальный стек тут я отметил на скриншоте на слайде наиболее популярные решения собственно не все кликабельные презентации мы потом отправим многие из этих библиотек разрабатываются в том числе разработчиками за россии как декомпоуз например то есть всегда можно найти ответы на свои вопросы это тоже большой плюс еще больше библиотек для котлен мультиплатформ можно найти по этой ссылке тоже российского разработчика который работает непосредственно в команде котлен мультиплатформ вот хороший репозиторий будет полезным если захотите делать свой проект собственно я так долго расхваливал кмп и вопрос возникает неужели у него нет никаких минусов и недостатков вот неужели нативным андроид разработчикам и айос разработчикам надо напрячься срочно научить новую технологию на самом деле нет вот как эта картинка сгенерированная нейросетью которая не смогла написать нормальному виду так и с кмп есть ряд проблем во первых это ранний доступ то есть проект все еще в ранней стадии развития он развивается очень активно но надо быть готовым к тому что какие-то 5 которые вы будете использовать разработку на текущий момент в будущем могут спокойно измениться и проект придется переписывать какие-то его отдельные части вот для мультиплатформ достаточно высокий на мой взгляд порог входа для разработчиков других платформ андроид разработчик будет проще но и в андроид разработчик могут возникнуть проблемы когда ты видишь эти сложно сочиненные градов файлы и все эти сорсеты можно легко запутаться потом долго влазить по логам по ним разбираться ошибка вот это можно в целом написать безусловно минусы композ мультиплатформ не всегда оптимален под этим я подразумеваю то что во время своей работы он лоцирует достаточно много объектов которые постоянно собирает вернуть коллектор и начинаются просадки по кадрам то есть картинка может подтормаживать больше степени это касается конечно сложных view как часто бывает со списками каким-нибудь анимациями и так далее но как я уже говорил ранее джетбрейн заявили что в течение года исправит это и производитель должна возрасти следующий пункт он очень близок флата разработчиков латтер отмечают что 20 процентов приложений в google play написано флаттере и нельзя того же сказать о код мультиплатформ потому что на нем не так много проектов которые полностью написаны кмп там есть несколько крупных приложений как заявляют рабочие они полностью переписаны кмп но в целом не так много кейсов не так много статистики как это себя продать показывает продакшене при выставленных высоких нагрузках там огромной ежедневной аудитории и так далее последний пункт он схож с высоким порогом входа эта сложность настройки следовательно и сложность тестирования впоследствии на возрастающих возрастающихся проектах разные сложности действительно из-за того что мультиплатформенный проект внутри себя содержит сразу несколько платформ заниматься настройка проблематично нужно учитывать сразу несколько градов файлов стройки если там при обандроид приложение обычно у нас есть корневой и там градов файл на каждый модуль тут у нас платформа отличается по наполнению по своей логике работы у них своим могут быть и грэдл файлы плюс есть отдельный модуль под названием грэдл есть еще корневой грэдл файл и в общем то если не иметь опыт работы с грэдл он будет сложно поначалу тут там я предлагаю прерваться отвечать на вопросики если они есть потом я расскажу еще больше про проект настройку проекта и мы сможем уже переступить к практической части если у кого то есть вопросы вы можете задать их либо голосом либо написать в чат я их озвучу пока вопросов чате нет поэтому я думаю что можно продолжить и если они будут то обязательно озвучу хорошо спасибо окей тогда продолжим пока сейчас мы говорим про непосредственно уже практическую часть про создание проекта что нам для этого понадобится предварительно не самая утешительная новость понадобится компьютер на mac os если мы хотим тестировать приложение на ios иначе никак был у меня опыт работы с хакентошем на виртуалке но это достаточно больно и проблемой вот поэтому лучше иметь mac плюс например среда разработки флит в режиме котлен мультиплетвор не работает нигде кроме как на маке но на windows тоже можно поставить и писать например для android и десктоп следующим шагом у нас будет создание проекта через официальный wizard это достаточно удобная штука мы сейчас ее посмотрим в ней мы просто зададим настройки наш проект укажем название пакет и нажмем кнопку скачать нам сгенерируется шаблон который мы просто откроем нашей среде разработки и в принципе можно будет приступать к работе собственно следующие шаги они более практического характера поэтому я предлагаю сразу к нему приступить видно ли мой экран сейчас или видно презентацию видно презентацию секундочку так давайте я покажу весь экран собственно хотелось бы не остановиться на том почему флит флит это новый редактор кода от джебрейнс наверное его ближайший комплиент это ps-код он привлекает своей простотой легковесностью то есть он настолько тяжелый как например на джебрейде а он из коробки поддерживает возможность работы с фото мультиплатформ там примерно можно это делать через android studio я наверно отдельно тоже покажу как создать проект в android studio потому что как я уже говорил вид с поддержкой работы только на мак но в скором времени я думаю появится на windows и на linux поэтому редактор точно имеет место быть классный и мы сейчас это посмотрим следующим шагом было создание проекта через wizard вот перед вами это официальный официальный утилита jbrains тут можно указать название нашего проекта например далее указать project айди который обычно является пакетом приложения с ним обычно отражается домен сайт и название приложения в целом сейчас принципиально я оставлю так как он есть далее мы выбираем сорсеты которые будут задействованы то есть платформы для которых мы будем реализовывать наше приложение я опять же оставлю как есть то есть android а вес но как вы видите мы можем подключить стоп вверх и даже сервер у у айос можно выбрать пункт шарюай и тогда приложение будет использовать код компоуз мультиплатформ что целом удобно если это не выбирать то его и будет нативный на свифте кстати опять же сложности проекта внутри одного проекта у нас также есть модуль айоса нативные где мы можем писать что-то на свифт таким образом у нас внутри нашего одного проекта несколько языков что тоже не супер удобно может показаться ну это опять же пока не привыкнешь к этому далее просто нажимаем скачать спаковым это делом и можем запустить закрою проект секундочку секундочку так так у нас выглядит наша среда разработки после того как мы откроем в ней проект нам нужно нажать что мы доверяем этому проекту и после этого дождаться окончания синхронизации синхронизация на самом деле будет происходить не супер быстро вот у меня под рукой уже есть проект который синхронизирован можно сразу посмотреть на него они ничем не отличаются тоже такой же с нуля созданный проект тоже у нас начали синхронизация должен побыстрее собственно мы можем поговорить про структуру здесь у нас ключевое это наш compose пост это часто можно встретить название shared но визор который мы сейчас использовались он назвал его как пост что нам в принципе разницы нет никакой это все отражается на уровне наших билград файлов то есть как это описано вот тут нам все равно можно назвать свой модуль как угодно главное не забыть его правильно подключить проект внутри композ и по у нас находится android main это пакет который необходим нам для работы непосредственно с android внутри он него нах содержится нативные липлатформы элементы знакомые android разработчикам например android manifest ресурсы где у нас иконка приложения будет содержаться различные ресурсы для отрисовки картинок android manifest все точно так же как в типичном андроид проекте ios main в данном случае содержит конфигурационные файлы на котлине здесь мы инициализируем compose ui-view контроллер пока у нас идет сборка мы не можем провалиться туда но в общем то сам iosap у нас находится вот здесь где у нас лежат файлы на shift проект то есть проект на котлен мультиплатформ сразу конфигурирует для вас все необходимые зависимости все необходимые начальные точки входа раз уж сегодня соминали на предыдущей лекции это похоже на libgdx движок для создания игр то и то же было на java с очень схожей кроссплатформенной составляющей там также был специальный визор генерирующий проект и сразу же конфигурировались файлы по нескольких платформ а все еще сборим сборки но мы пока с вами остановимся на наверное самым важным таком это общие ресурсы и общая логика раз то что разделяет между собой несколько платформ в данном изначальном проекте который мы только что сгенерировали пустом по сути мы имеем некоторый код с компонсом мультиклатформ вот это наша точка в кодах приложения здесь особенно после предыдущей лекции достаточно знакомые термины текст все это и знакомые нам чпаком поза те же самые модифайеры то есть мы можем пользоваться теми же самыми знаниями при разработке по и подает здесь кстати надо вам показать как раз таки сам эксперт как он реализован в изначальном проекте у нас есть функция get платформ с приписки эксперт и если мы зайдем в отфлиновский файл с таким же названием платформ мы увидим его реализацию тоже функция get платформ но с уже ключевым словом actual и передачей туда ну точнее возвращение в качестве возвратного параметра у нас android платформ название платформы версии на иос тоже реализовано логичным образом но вместо что мы обращаемся к нативным с классом девайс она девайс системы у меня собрался можно попробовать запустить с мы можем выбрать какую конфигурацию запустить мы запустим обе и и и и и и вот что из себя представляет демо проект он сейчас меня подвисает на самом деле подвисает и само приложение скорее у меня компьютер ну давайте попробуем также запустить его до симуляторы и в и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Симулятор работает у нас лучше, чем эмулятор. Подскажите, пожалуйста, есть ли у кого-то вопросы на данном этапе? Так, в чате появился этот вопрос. Давайте его озвучим. А как понять, каким версиям ОС на смартфонах подойдет написанное приложение? Можно ли, например, к старым версиям ОС написать приложение? Да, хороший вопрос. Как раз-таки вот вся магия настройки под мультиплассным приложением кроется в Gradle файлах. Например, тут мы указываем различные версии iOS-совместимых девайсов на X64-архитектуре, на ARM64. Отдельно для iOS требуется указывать iOS-симулятор, потому что iOS-ARM64 не работает под фотос-симулятор. Также здесь мы настраиваем, ну, там, возможную версию JVM-таргета. Используем библиотек. В данном случае здесь только у нас Compose и Android-овские. Собственно, как раз те самые source-сеты, где мы можем указать зависимости непосредственно для конкретно взятой платформы. В данном случае это Android и общие. То, что используется для всех платформ. Так как нам для iOS не нужны пакеты AndroidX с Activity и прочими второстепенными утистилитами, которые у нас используются исключительно на платформе, мы указываем это с припиской Android Main. Ниже стандартный файл настройки Android-приложения. Здесь мы указываем Navy Space, версию Compile SDK, Application ID, минимальную версию операционной системы Android, на которую мы будем спускаться. Целевую, под которую разрабатывается Version Code для публикации Play Market. У нас есть version name, у нас здесь еще. Ну и из-за остального ничего. В принципе, нету больше. Отдельно можно еще провалить файл из библиотек, как они выговорят. То есть, это у нас отдельный пакет Gradle. В нем есть Lips, Lips Versions. И тут мы перечисляем наши библиотеки. Если мы хотим добавить какую-то свою, например, Декомпоуз или Коин для АДИА, то мы сделаем это вот в этом файле. Еще какие-то вопросы есть? Пока вопросов нету. Окей. Можно, да, я прервусь на секунду, воды себе набил. Дальше перерыв и вернусь. Вместе. Так, если в процессе у кого-то возникают вопросы, вы перебивайте. Вот, я с удовольствием отвечаю, потому что в целом по основной структуре мы прошлись. Можем это как-то обсудить. Либо я пока попробую немножечко переписать текущее приложение, чтобы досталось, возможно, чуть проще. Возьмем за основу идею приложение, которое... Просто загружает случайно несколько фотографий и отображает их на экране. Откроем приложение FileApp. Зайдем в эту основную функцию. Нет, давайте поставим по-другому. Давайте немножечко поговорим про архитектуру такого решения. Что нам нужно? Нам нужен слой даты. Даты. Picture. Picture. Picture у нас будет нашей модели. Мы не будем сейчас заморачиваться с Clean архитектурой или какими-то еще прочими архитектурными шаблонами. Пусть будет Picture, пусть у него будет ID. Собственно, что я здесь делаю? Я создаю дата-класс. Если кто не знаком с Kotlin, дата-класс – это некоторый синтактический сахар от Kotlin. Так вот, он – это обычный класс, но у которого уже переопределены методы. equals хэш-код, toString, copy и там еще компонент and function. В общем, самое главное, что они переопределены из коробки equals и хэш-код. Нам не нужно этого делать, но есть одно условие. У дата-класса в конструкторе обязательно должен быть хотя бы один параметр. Эти классы очень любят использовать как раз-таки для различных моделей. Пусть у нас в втором параметре будет URL. Камер у нас не будет заморочен боты с сетью. Сможем просто погружать изображение при помощи библиотеки. Пусть у нас подставляется рандомная идишняка для картинки. Размеры 256 на 256. Ну, собственно, в этой строке мы просто используем шаблон строки, где мы рандомно подставляем значение при инициализации объекта. У нас есть значение по умолчанию. В Kotlin существует значение по умолчанию. Вот если мы не укажем, не передадимся на другого параметра, то установится то, что описано вот тут. И в целом на этом наш дата-слой закончен. Мы можем, в принципе, приступить. Зайдем в App. Еще раз я говорю, что это не преследовательность цели сейчас создать хорошее архитектурное решение, и скорее просто предоставить возможность работы с подводностью. И здесь она уничтожена. Причем. То есть мы зададим список картинок, сто элементов, где проинициализируем сразу же сто изображений. ID здесь — это просто порядка элементов картинки. Так как мы не передаем значение UPA, оно установится из дефолтного значения, но при своем рандомного ID, собственно, поэтому получим рандомную картинку. Дальше. Также немножко про синтезис Коплина. Если вам понятно, да, альтернативный метод в Java, то VAL — это полноценно реализованные свойства, которых в Java не было. У нас нет входа переменных, у нас есть свойства, и, по сути, нам не нужно больше реализовывать множество геттеров и сеттеров, которых раньше было полным планом в Java. ВАЛ отличается от ВАРа, то есть, возможно, чего-то написали ВАР, тем, что ВАЛ неизменяемый, то есть, мутабельный, и не можно принимать процессы, что делать код. Как это безопасно. Ладно, выкидем на потайный путь, где он будет. Видишь, как он. Давайте все-таки реализуем отбываясь в этом. Юрий, можно вопрос задать? Да, конечно. Приложение же, если по кросс-партформе, а как происходят эти зависимости между различными операционными системами? Это нужно определенно только в одном файле работать, получается, в этом, который в папке Kotlin? Или нужно в каждом файле, который под определенную ОС, нужно прописывать свой код? Как они между собой просто взаимосвязаны? Я не совсем понимаю. Попробую раскрыть. Мы, опять же, вернемся сюда, в Bill Gradle File, с нашими зависимостями. По-хорошему, все то, что у нас не считается платформенным, в данном случае у нас это движок для отрисовки элементов, Compose, мультиплатформ. Как Compose отрисовывать, для нас сейчас это не так важно, это происходит под капотом в библиотеке, но этого не видно. Мы видим лишь несколько зависимостей, которые мы подключаем к нашему Common модулю, который шерится между платформами, и он под собой уже умеет рисовать необходимые нам компоненты. Если же нам нужно, например, будет работать с акселероватором, с, не знаю, какими еще датчиками внутри смартфона, то нам нужно будет переопределять отдельные зависимости, как вот для Android Main. То есть там у нас должен быть еще iOS Main, и мы можем задать платформенную зависимость непосредственно для iOS. и это, в свою очередь, немножечко, да, размывает смысл такой, как раз таки, почему это не кросс, почему это не кросс-платформен, а мультиплатформенное решение, потому что iOS умеет работать со своими нативными библиотеками, но для этого нам придется зайти в нативный Swift и написать логику работы с ним на Swift, что, в свою очередь, подразумевает, что мы должны поймем код и назвать так же и Swift, если хотим писать полноценное приложение такого уровня. Но если же у нас приложение не работает ни с какими датчиками, в целом это довольно большой процент приложений, например, интернет-пагазин, или, ну, даже какая-то там, простая социальная сеть, просто чат, например, то мы на вполне достаточно нашего common name, ведь в зависимости продастся с обе платформы, то есть как раз-таки заслуга Kotlin Multiplatform в этом здесь в том, что Kotlin трансформируется в Swift, в данном случае, если мы говорим про iOS, и весь код запускается как нативное приложение под iOS. Вот. Стало ли понятнее? Пусть молчание будет знаком согласия. Это на чем мы столкнулись в случае. Собственно, App у нас как раз-таки является точкой входа, в которую мы попадаем, когда запускаем наше приложение, и дальше начинается вся эта магия подкапотная с тем, как работает Compose, как это все трансформируется в случае iOS в Swift, в случае Kotlin остается в Kotlin. Мы в рамках данных как бы лекций не говорим про эти механизмы, и оно в целом для рядового понимания работы мультиплатформы не нужно. Этим занимается инженер JetBrains. Но, если еще раз мы хотим какие-то новые подключить в Source 7, например, мы захотим в этот проект добавить не только iOS, но еще, например, BEP или Desktop. Очень удобный, кстати, классный проект. Например, проект M, который использовал API, нейронки от Google, последний как Джиминя, она, по-моему, Вот. там, вроде, открытая API-шка у нее. И разработчик сделал так, что на iOS и на Android это просто чат-бот, с которым ты можешь переписываться, а в случае десктопа это еще и возможность загружать фотографии, потому что, насколько я помню, Джиминюмин делает какие-то преобразования с фото загруженные. То есть, это как идея для того, как могут у нас отличаться приложения между собой. То есть, необязательно на десктопе у нас будет приложение такое же, как им оно было сделано для iPhone или для Android. Мы можем поменять его для десктопа, но бизнес-логика, то, что отвечает на преобразование взаимодействия с нейронкой, она останется в одном месте. Наверное, самый главный плюс использования просто платформы. мы остановились на UI-блоке. Нам нужно описать, собственно, сетку наших изображений. Все по традиции это будет композерная функция, в том числе и в том числе и в том числе и в том числе и в том числе соответствующей все 測 모� сторон Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok Создадим с вами Lazy Vertical Grid Lazy Vertical Grid это компонент Compose в целом то что касается списка Compose это Lazy Если мы хотим сделать список у нас это будет Lazy Calum Вертикальный, обычный вертикальный скровящий список Если мы хотим горизонтальный, мы сделаем Lazy Raw В данном случае мы делаем вертикально скровящуюся сетку Как в галерее, это три приложения Добавим параметры Наши сетки Наши сетки Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь есть так называемый DP, относительное разрешение Android, которое считывается на специальной формуле. Здесь для нее реализованы функции расширения для нотовых значений, то есть для обычных текстов, числовых типов. Например, когда мы хотим задать размер доступов, как это сделано в код-линии, мы пишем название класса, который мы хотим расширить, дальше название нашей функции и код, который взаимодействует с этим объектом. На деле мы это воспринимаем так, как будто бы у нас у интов появляется новый метод под названием DP. Мы можем также расширять абсолютно любой класс. И это классный механизм в том случае, если, например, мы работаем с библиотеками, в том же код-мультиплатформе, нам не хватает код-конфункционала, мы не обязательно должны лезть под код-библиотеки, как-то и модернизировать. Мы можем просто взять тот, например, класс, который нам чего-то не хватает, расширить его при помощи функции расширения код-лин, и все это будет прекрасно. Так, что мы здесь пишем? Продолжение следует... Как раз у нас тоже функция расширения, которая расширяет наш список. Как видно по названию файла, данная функция находится не внутри лезть-грид-сколпа, хотя мы работаем с ней так, как будто бы это именно внутри лезть-грид-сколпа. Собственно, что мы сделали на этом экране? Мы реализовали, ну, пока еще не до конца, но в процессе реализации сетки, как в галерее телефона, например, вот где в плиточках будут отображаться картинки, загруженные из интернета, за дальние начальное состояние. Тут указали минимальное значение для columns. Мы еще не задавали вести, сделаем это чуть позже. Пока нам надо реализовать Егеринбент. То есть, переделаем на симпатичной айбон. Спасибо. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 имешь это спасибо 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 Здесь мы указываем версию библиотеки, с которой будем работать. И лежим. Дождемся на окончании синхронизации проекта. Дождемся на окончании синхронизации проекта. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Как видно, если часто подключать новые зависимости, приходится долго ждать. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 После этого мы создали пакет UI... Не забываем, что все это происходит в CommonMain... Где завели... Два компонента... Нашего пользовательского интерфейса... С использованием... Compose Multiple Item... Это Picture Item... Одна карточка... С изображением... Которое... Мы... Показываем... Множество... Списки... Она на вход у нас... Это Composable функция... Которая на вход включает... Модель... Картинки... И... Модифайер... Для того, чтобы... Производить различные... Различные модификации над ее внешним гидом... Также мы создали Pictures Grid... Это... Сетка... По сути, список... Которую мы будем загружать наши Picture Item... И это нам даст возможность... Скролить их... Смотреть... Видеть ни один элемент на экране... Можем точно так же заменить... Лази Vertical Grid... Там... Лази... Калубные... Когда у нас будет всего одна картинка... В строке... Вот... Ну... Вид сетки более привычный, как мне кажется... Что еще... Наконец, после этого мы зашли в... Функцию App... Как точка входа в наше приложение... Указали здесь Material... Ну... Издает... Пят... Стилей просто... Мы это все отрисовываем... Создали структуру... Типа... List Picture... То есть это список... На 100 элементов... В котором хранится... В котором хранится... Вот... 100 картинок... Скорее... 100... Ссылок на картинки... И передали их на Pictures Grid... Pictures Grid... В свою очередь... А... Обязал бы... Laying Vertical Grid... И отдельно взятым item... И передаем уже конкретную картинку... Картинка у нас... Подрисовывается... В блоке... Image... При помощи сторонней библиотеки... Которую... Собственно... Мы включили через наши зависимости... В основной моду приложения... Отвечающий за... Общую... Расшагную логику... Попробуем все это дело запустить... Время... Изволилевание... «Фастреб questionения»... Время... «Пробуем все это дело... Время... Выс built... Время... Заскала... «И resto!» «Маруко» «П dinheiro!» «Маруко» « 총…» «Маруко» Если у кого-то есть какие-то вопросы, можем обсудить их уже сейчас. Эта самая была последняя часть. Из минусов, что меня забанили уже на том ресурсе, где эти картинки отгружаются, так что я уверен, что они сейчас загрузятся. Если кто-то из вас попробует, я забью это на GitHub. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение вылетело. Хороший результат. На самом деле вылетает оно, потому что меня не пускают по этому адресу. Как я подозреваю? Ой, Анатолия Градонщик. Это в кейс. Ага. Подберу другой ресурс тогда, в ретодерском репозитории, чтобы оно заработало. В ретодерском репозиции, в ретодерском репозиции, в ретодском 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 репозиции, в репозиции, в репозиции, в репозиции, в репозиции, в репозиции, в репозиции. Продолжение следует... Продолжение следует... Ладно, оставлю на потом. Давайте подытожим. В общем, надеюсь, что за эту лекцию я смог показать вам, как именно мы можем создать проект на Kotlin Multiplatform, куда мы можем узнать какие зависимости, source-сеты, как у нас взаимодействует Compose Multiplatform в модуле Common с одной и с другой платформой. То есть это абсолютно идентично получается, и на андровиде, и на IOS. Пробежались по основной структуре проекта. Но тут, понятное дело, что все достаточно запутано. Да, и не стоит самому посмотреть. Прошлись по плюсам и минусам, несмотря на относительную сложность структуры. Я бы очень советовал Kotlin Multiplatform, если, например, бизнес рассматривает вариант, или просто индивидуальный разработчик создания приложения для нескольких платформ. На этом можно и сэкономить деньги на кадрах. Особенно, если речь касается стартапов, например. Но и в большом энтерпрайзе тоже Kotlin Multiplatform показывает себя хорошо. Те модули, которые мы переписывали, никогда не выдавали каких-то отдельных ошибок. Вне контекста той логики, которая там описана, связанная именно с мультиплатформой. То есть это вполне рабочее решение. Компоу с мультиплатформом ждем, что его оптимизируют. Будет получше с кадрами. КМП в плане бизнес-логики используем уже сейчас. Всем спасибо. Там вроде что-то вопросик. Да, спасибо огромное. Давайте я сочетаю вопрос. На iOS одновременно с Android-эмулятором не запускается приложение, или его отдельно надо запускать? Ну, их надо запускать отдельно. Для них отдельные конфигурации. Вот они здесь внизу. Если мы нажмем Command-R, мы можем выбрать, какое именно приложение нам запустить. Например, мы можем запустить его на iOS. Сейчас снова пройдет процесс сборки. Но оно также упадет, потому что у нас ресурс заблокирован, с которым мы и будем картинки. Вот. А так, нет, пожалуйста, можно тестировать на сразу двух устройствах. Вот у меня здесь оба. Еще старая версия. Вот. Тут вылетит сейчас, но будет видно сетку. Ну, вот он, я понял. Просто мы не обрабатываем ошибку, когда картинка не подгружается. Все? Спасибо большое за лекцию. Угу.